дорогой иван андреевич дорогие друзья очень рад сегодня вас видеть и я жена что это стало доброй традиции что когда у вас книга выходит вы всегда нас посвящаете и мы об этом говорим потому что о первое издание мы еще говорили в тринадцатом году вот и сейчас вот спустя четыре года мы возобновляем этот разговор потом было еще презентации вашей книги по советской мифологии структуры повседневности это два года назад поэтому это просто замечательно я думаю я помню что когда мы разговаривали уже русской классики именно четыре года тому назад вы выговорили о том что русская классика немыслимо читать и понимать вне евангельского мировоззрения и для меня это очень ценный концепт я очень рад что мы продолжаем об этом думать и размышлять и и вы тогда тоже сказали что вы оцениваете вашу ваше творчество в том числе как акт крестьянского сопротивления вот и я рад что наши наш культурный центр воспринимает иван андреевич ну все его наверно знают да он доктора филеологических наук автора больше трехсот статьи преподает в разных миров университета по всему миру и в том числе в москве вот я еще одну вещь скажу поводу этой книги что на обложке есть картина алина черкасовой который мы всегда тоже рады видят в нашем центре который здесь с нами сидеть и который всегда устраивает выставку своего черт творчества в нашем центре и картина здесь это преподобный серафим с медведем и с зайчиком зайчиками зайчиками да простите здесь один из просто до сна и я думаю что это раз очень подходящая картина для обложки именно вот этой книги поэтому я вот вас поздравляю вам придаю слово спасибо вашу так значит так может вот так тогда так можно да если вы сюда хорошо чтобы так руки были свободны я во первых благодарю директором центра жана франсуа за то что вот он так гостеприимно предоставляет такой замечательный зал где глаза так отдыхают и не оскорбительно для самых таких тонких ценителей вот такой вот но таких особенных русских особняков как вот боткинский здешний ну и других очень хорошо по моему здесь вот и за костеприимство проявленное ко мне также я очень признателен во вторых благодарю тех кто пришел меня поддержать все таки это очень существенная знаете поддержка поскольку ну вот я иногда бываю в сетевом пространстве и читаю иногда с этого не это сказать разных своих коллег по цеху писательскому то ну вот например жалуются что на сентябрьской книжные выставки та которая вот на в днх проходит уже юбилейная кажется она была в этом году и писателей кучи совершенно отсутствуют читатели вот вы знаете значит и одна из моих знакомых мы там на когда-то таком телеканале спас записывали беседу елена зелинская значит она отозвалась так что вот у меня ко мне приходит она тоже христианский ориентированная такая такой деятель медиа деятель а вот ко мне пришли значит ко ко мне пришли нам написала с гордостью когда вот на этот сам когда была выставка на красной площади и это сказать вот я вот была там и там как раз вдруг по понабежали народ народ много народу в палатке едва то едва вмещаются в палатке а потом я сообразила надо добавляет просто дождь пошел вот дождь люди от дождя сбились значит палатку и таким образом появились появился кто-то хоть вот сегодня дождя нет напротив того сегодня 19 октября такая сакральная для русской культуры дата как известно у пушкина несколько произведений на эту тему лицейская годовщина я понимаю что это другой календарь но сама звука форма 19 октября она вот такая вот и по по москве несколько целых вот не один а несколько таких разных ну встреч вы сейчас проходят из-за этого уже и я тем более вам благодарен что вы вот и вроде и дождя нет выбор есть а вы здесь очень вам признателен вот значит и так и поскольку подходят люди кому нужна эта книга вот там она имеется в этом прекрасном центре можно ее приобрести вот опять таки тут и цены хорошие и обстановка при приятное автор может подписать вот а я начну даже не с того что чем отличается это издание от предыдущего а начну с обложки с обложки вот вот все таки я поблагодарю публично и лично вот художника елена черкасова спасибо дело в том что вот уже аудитория в доме лосева сама как раз обрать обращала внимание на ну такое соответствие содержанию этой обложке без всяких так сказать моих слов а я хотел сказать что вот прошлое издание ну вот по советской мифологии имеет такой кроваво-красный цвет вообще книга очень такая беспокойная и такая но такая я бы сказал сердитое у меня вышло но и прошлое издание русской классики они были в таком немножко мрачном цвете который меня станут конце концов смущать потому что он такой знаете на оригинал макет еще не так мрачно было а вот в реальности такой ночной санкт-петербург какие-то какие-то мрачные черные тона и мне вспомнилось мой такой жизнерадостный приятель бывший такой друг из одессы которые мне говорила ну буквально следующее что вот я мол парень может быть ничего хороший парень но какая то есть во мне в тебе то есть во мне он говорил такая сибирская угрюмость вот значит и я стал уже сильное смущение потому что и книги мои стали какими-то даже обложки мрачные и наконец вот в этот раз ну совершенно чудесная совершенно чудесная радостная обложка действительно добрый медведь до один зайчик видимый другой невидимый здесь сокровенный вот который вот здесь сюда попал и фон в подтексте находится как и многие положения христианской традиции в моей книге в подтексте вот и самое главное что центральным понятием но одним из центральных для тех книг является все таки христианская традиция вот христианская традиция и вот здесь это все таки ну не совсем это же не икона это картина но именно именно живая христианская традиция все таки это 2015 год понимаете в общем я счастлив что вот так так ну я не знаю конечно как со стороны но мне кажется почти идеально совпал совпала обложка и такой жизнерадостное содержание этой книги наконец-то даже для такого мрачного типа как я вот ну и чуть попозже я скажу что здесь нового здесь много это действительно не как это механическое что ли переиздание с некоторыми там но такими значит может быть исправлениями по сравнению с двумя предыдущими это новая книга существенно дополнены переосмысленные некоторые вещи я об этом новизне скажу чуть дальше тем более что меня об этом уже спрашивали до этого ну до официального начала вот а начну я с конкретики самой конкретики в этот раз я уж не буду говорить чем понимание отличается от анализа от истолкования от интерпретации если кому-то интересно я конечно отвечу но я бы хотел начать с другого с более такого может всем понятного по понятных вещей вот вот с чего так сложилось что в принципе я не занимался вот филологически из русской литературы только восемнадцатым веком потому что даже древнерусскую литературу я не писал и преподавал в одном из американских университет именно древнерусскую литературу вот там семестр целый значит а вот 18 веком не занимался но вот жизнь так иногда причудливо складывается что вот пришлось вдруг заняться 18 веком основной курса в литературном институте это курс 18 века и поскольку я не могу вот ну когда что-то читаю не ну просто воспроизводить то что другие написали а мне нужно самому все-таки углубиться в материал то вот пришлось мне тоже и в этот материал войти и так появилось несколько глав в этой книге то не только эти главы ну вот и эти главы появились из такой вот ну жизненной такой необходимости так вот ну кто у нас наиболее известен до сих пор из всего 18 века ну карамзин ну державин очевидно один прозу писал другой стихи карамзин державин вот главные имена и мне казалось что во всяком случае я так думал что ну главное это произведение карамзина о да бог ведь ведь она изучена досконально самое известное ну в мире произведение 18 века только на французский один 15 разных переводов этой коды это первое произведение русской классики которая широко известно стало в мире в тогдашнем мире ну и у нас оно было широко известно вот державин сам в своих изданиях всегда на первое место ставил эту оду бог он 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 писал что слово бог это первое слово которое он произнес когда еще был на руках кормилица и увидел там комету сказал бог это бог то есть то есть вот казалось бы все изучено уже но я столкнулся с тем что во первых не существует даже полного издания державина которое было либо осуществлено в советское время либо в постсоветское нет вообще нет и наиболее удовлетворительное издание грота полное издание державина грота лучшее издание вот как раз в девятнадцатом веке но затем выяснилось что в этом издании в двух редакциях самая известная строчка державина и вообще 18 века я царь я раб я червь я бог воспроизводится по-разному как вот бог пишется по-разному и объяснение разные что совершенно не оговаривается насколько мне конечно известно в литературе причем у тех узких специалистов которые изучают исключительно державина вообще не оговариваются потому что они верят гроту а грот в предисловии к второму изданию написал что воспроизводит там там ну так называемое такое знаете такой потом не подарочный ну как такой знаете роскошное иллюстрированные здание первое а второй попроще но попроще знаете такое прекрасное издание попроще но для того времени было попроще она совершенно роскошно но не такое как первые и грот там написал что там все воспроизводится также как по первому зданию и видимо верили в это и я верил в это оказалось тот приемлемно сказать тоже помощи некоторых помощников оказалось что это не так и примечания другие и текстологическое решение другое ну вот простой такой да ну самая известная строчка тем не менее разные вот 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 у меня этой оде бог посвящена здесь например большая глава как раз где подробнейшим образом я разбираю не только конечно текстологическое решение а именно представляю новое понимание о да бог потому что но я обратился конечно к позднейшим исследованиям ну вот так сказать и причем не только у нас опубликованы там в канаде в америке но все кто писал об этой воде бог и с некоторым удивлением прочитал что вот как он да я уж не буду говорить что в советской образовательной системе самая известная русская года вообще не преподавалась я исхитрился школу закончить где не не преподавали самое известное вот что угодно преподавали а то что было самым дорогим для державина не преподавали в советской школе вообще ну главное произведение его нет ну что такое значит вузе не преподавали вот понимаете вот а суворове преподавали до суворов вот но значит нового да бог который начинал неизменно начинал державину все все каждое свое каждый свой сборник нет да вот значит то ну что ты будешь делать из того что отыскалась я прочитал что до сих пор говорится что вот там державин он как-то примеряет диалектически веру и науку так сказать ну и так далее так далее так далее значит вообще-то я не поверил своим глазам потому что мне это вообще у меня так сказать такой чувство такое немножко постоянно во мне присутствует что вот прошло уже четверть века уже никакого советского союза нет но инерция гуманитарная вот такого такого как бы немножко такого прогрессистка ну такого антиклирикального как как считается толка она настолько сильна в наших дисциплинах что они ну никак ее не подвинешь но как вот но но никак просто никак оказалось что и в научном отношении приблизительно также и выяснилось что например ну не этот текстологический вопрос не стоящая за ним проблема не как собственно грине интересуют автор причем таких тонких авторов я там рассматриваю и наших ну например таких авторов как ефим эткинт известный очень известный стиховет я его подробнейшим образом разбираю и с ним полемизирую клейн религии просвещения 18 веке у него нет советского воспитания но видимо учителя у него были наши вот так сказать видимо он занимался русистика и к сожалению то сказать это очень сильно как-то отразилось на толкование державина так вот если мы посмотрим на самом деле вот такой настоящий орфографии державина а грот в примечаниях оговаривается что сам-то державин конечно слово бог писал с большой буквы то есть вообще-то согласно самому державину слова бог в конце нужно писать строки строки я бог с большой буквы но он значит вот в первом издании он так и пишет а во втором он вдруг пишет с маленькой причем у него такое объяснение что ну конечно же здесь не тот же самый бог используется так сказать как вот как можно можно раз сказать я бог также сказать нельзя вот и поэтому значит он тут приводит юма и так далее так далее так далее значит у него такое очень причудливое это сказать объяснение даже у него унификатора грота и общий такой смысл что здесь какой-то видимо античный бог что странно потому что в принципе третий раз в воде звучит слово бог третий раз вот тут такая поэтика троичности значит в названии кого мы называем бог и наконец я червь я бог и вот я пытаюсь здесь как раз на уровне поэтики с этим разобраться но читатели могут убедиться тут это на слух будет достаточно сложно воспринимать поэтому не буду этого читать но как раз суть дела в том что сам сама вот соль вот сам сам то сказать главный принцип этого этой воды это не соотношение веры и знания значит как бы вот науки и веры а отношение я и ты потому что в начале только ты то есть бог первых шести строфах только бог потом возникает я потом это я начинает эмансипироваться так сказать я возвышаться начинает и вот вот в этой строфе где звучит это самая известная строка достигает там частотности невообразимый это я не четыре раза там я тут подсчитываю сколько раз и тоже очень скрупулезно это делаю а потом после такого взлета эмансипации я когда я бог что для державина так сказать принципе было присуще он мог написать един есть бог един державин правда он это сказать дальше повторяю продолжает строчку я в глупой гордости мечта но но все-таки един бог державин знаете как-то уже ход мысли такое дерзкий но затем десятая строфа после вот этого вознесения я следует и в десятый очень такая логическое замечательное завершение в десятой строфе здесь а как я тоже достаточно много об этом пишу и как будто надо и закончить десятый строф все потому что логически прекрасно прекрасная значит там отец в бессмертие твое то то есть это получается что сначала ты как бог потом я как человек потом я должен умереть чтобы на пасхальном уровне вернуться уже к богу все и на этом закончить надо на этом же закончить нужно на десятой строфе отец в бессмертие твое логически семантически богословский все замечательно так и закончить державину не давалось завершение он об этом прямо писал несколько лет пытался закончить он не мог так закончить и возникает одиннадцатая строфа неизъяснимый непостижный сбой ритма перехии здесь доминируют потому что оказывается мало логически и даже богословский мало эстетически мало вот этого согласование я и ты логически непротиворечивого а что нужно тогда если этого мало я пытаюсь здесь как раз показать что нужно ну вообще-то то что мы почти решены в нашем веке умиление нужно нужно слезы слезы лить слезный дар необходим потому что державин пишет в объяснениях на свои сочинения что когда он дописал с благодарными слезами значит вот за закончил вот эту воду и и в тексте и благодарны слезы лить то есть слезного дара потому что нам не хватает слезного то мы мы до многие из нас и я первые очень часто ну вообще ли лишены этого да мы да не понимаем что что это дар мы можем заплатить как когда нас обидели мы можем погоревать когда нас обидели или нам кажется нас обижают но вообще мы не способны к слезному дару а это дар это христианский дар вот вот без этого без актуализации этой категории умиление слезный дар ну я здесь как-то это пытаюсь вести пытаюсь показать почему такие градации почему царь которые вообще-то в русской орфографии очень часто с большой тоже буква писался целого царь и бог тоже с большой буквы почему значит возникает червь это последнее слово славянской азбуки последний знак я здесь тоже указываю на цифровые аналоги слова червь со ссылкой на вот славянскую азбуку потому что здесь если мы ее вспомним то для ас вот азбуки веди предполагается два пути путь херуви от решения печали или путь червя и последний имеет антиэстетические ассоциативный ореол является символом всякого конца противостоящего вечности противостоящего вечности у каждого есть выбор поэтому то сказать слово червь тоже здесь не случайно и ну и так далее тут всего я не хочу не хочу слишком об этом даже много говорить короче говоря действительно значит здесь вот на этом маленьком примере с которого я даже там социальных сетях обещал начать этот разговор я с него и начал вот можно сказать что вот этого совершенно нет предыдущем издании а глава такая большая работал над ней мучительно долго и ну и так далее это сказать и возникает конечно вопрос корректности русской орфографии потому что в с учетом того что я сказал вот особых отношений ты и я ты конечно всегда с большой буквы это понятно в данном случае потому что это относится к богу совершенно ужасно выглядит перевод языка державин на советский язык потому что у грота этого нет у грота нет у грота есть колебания вот как раз разные решения текстологически вот той строчки которая сказал но у него нет другого рода это сказать крена а в нашем случае он ужасен я здесь показываю что происходит когда когда такое чудовищное упрощение и искажение главного произведения 18 века сказать тут по неволе у человека создается ложное ложное представление по неволе который читает это в таком ну как выразился иван бунин ну на такой на заборной орфографии что он называл заборная эта орфография вот может быть он слишком был слишком жесток но по отношению к вот такого рода текстом это совершенно невыносимое но это я говорю сейчас очень вольно а вот в этой книге я пытаюсь это объяснить ну например вот сочетание например рцы значит с другими слогами которые здесь я провожу что что вносит это и и другие тоже фонетические вещи здесь я на них останавливаюсь на у нас не стиховеческий семинар поэтому я не буду об этом говорить короче говоря а значит вот дошел до логического непротиворечивого умозаключения державин в этом произведении и вдруг для него это он понимать что недостаточно а как во славь бога ну заплакать заплакать вот в благодарность вот это единство это и есть русская православная традиция это есть следуя русской послан 3 то что и богословский недостаточно и богословский недостаточно а а вот непосредственно заплакать от умиления это действительно и благодарны слезы лить потому что лет кинда это уже не не настоящий финал это уже все главное произошло но и так далее но главное здесь этим главным заканчивается это произведение бог понимаете вот ну вот значит что еще нового в этой книге чего не было предыдущий ну вот в главе о древнерусской литературе я здесь как раз добавляю рассуждение о несостоявшемся пути русской медиевистики который связан с именем академика евсеева который погиб скорее всего от голода и архив которого таинственным образом исчез и здесь я указываю какой мог бы быть этот путь как известно у нас была просто уничтожена ну например так то такая целая область как называется византинистикой византинистикой вообще вывели как таковую это сказать вот в дмитрий сервис лихачев лихачев он в докладе о некоторых преимуществах старой орфографии перед новой он с его точки зрения сама эта орфография она была призвана рассечь так сказать отсечь связь между как раз православной византийской культурой значит и вот современностью как бы это сказать обрушить ну и у нас было настолько развита византинистика в дореволюционный период что немцы немецкие византинисты они должны были учить русский язык только для того чтобы читать русских византологов вот как сейчас нельзя без английского языка стать программистом вот так тогда нельзя было стать виза византологом хотя знаете византии по-русски не говорили по-гречески говорили но вот лучшие в мире здесь были у нас так вот кого-то убили кто-то смог уехать в америку но не осталось и с медиевистикой знаете тоже произошли довольно жуткие вещи вот здесь я немножко об этом рассуждаю а не состоявшимся пути на этой медиевистики и что ее заменила у нас тоже немножечко немножечко рассуждаю вот значит потому что в принципе очень часто вот этот путь россии так сказать которые историческая россия которые настоящая россия и тот путь факт в конце концов который вот ну как сейчас называется красным проектом он как бы считать что один и тот же путь но вот к сожалению я еще раз говорю заболел юрий кублановский который должен был подойти но он очень справедливо сказал об этом красном пути как а живодерни я обычно говоря мясорубки но я подумал что значит поэт он определил ты как живодерню это живодерни а не красный проект по крайней мере по отношению к русской гуманитарной науки я в этой книге показываю что с ней случилось мирно показываю но все таки это это сказать это вот это факт так вот я уже сказал о державине о том что до всех пор не нет державина ну что такое нет нет и полного державина это сказать это все таки чуть чуть странно для нас прекрасный у нас готов Alas и джиа логи red идет идеология у нас так сказать она влияла на stalkи прекрасные текстологи у нас такие прекрасные текстологи державина нет не в советско времени посоветское но что за что за что это такое вообще говоря ну простые со всеми вещи вот я здесь пытаюсь эти простые вещи как-то ну объяснить дальше ну не буду больше уже древнерусской литературе рассуждать тут люди собрались знающие они мою позицию моя позиция известна я например считаю что слово полку игореве либо является позднейшей подделкой вот например наш лет институт не сгорел в пожаре москвы а это рукопись как-то сгорела может быть и сгорела но тогда это такая уникальная рукопись которая это сказать имеет не христианский характер вот странно а где хоть еще одна вот а где другие да значит у нас в нашей медиевистике до сих пор то хотя появились прекрасные исследования вот ирина владимировна сидит прекрасная медиевиста значит другие другие есть люди доктора наук профессора которые вроде пытаются но такие вещи произнести элементарный что это самая древнерусская литература которым у нас ее вузах преподавали попросту говоря является православной словесностью но тогда что происходит слом полку игореве значит ну я все-таки предложение скажу да вы это знаете мою эту позицию концепцию что ведь до сих пор раз ну вот вот ну что что такое концепция в школе до сих пор продолжается под сурдинку тоже советская идеология та же самая писал я об этом 30 лет и то же самое все что почему прославляется путь князя игоря он погубил дружину он он его даже знамение не останавливает он движется чтобы ему добыть добыть слава себе почему в конце конце в конце говорится что все радуются страны рады градов весел почему это происходит вне православного вне христианского вне христианского попросту говоря контекст это же невозможно объяснить он говорил то есть князь игорь лучше потяту быти ниже полонену бытия то есть лучше быть мертвым чем пленным но он погубил свою дружину он-то не мертвой он-то пленный тем не менее все радуются почему почему значит и потому что в конце возникает храм богородицы пирогощи именно туда движется князь игорь это завершение его пути вот гордые позиции так сказать которые в начале продемонстрирована значит автором завершается совсем другим говорится князю игору бог путь кашет бог путь кашет из земли половецкой в землю русскую и тогда выясняется вот в этой христианской перспективе что земная удача земная неудача это совершенно ничто перед спасением души князем игорем а он движется по боричеву подъему перед перед нами такое возвышение это сказать как храм богородицы пирогощи и всегда я тут иронически сказать ну в книге этого нет но так добавляю что ведь он не иконами идет любоваться он молиться туда идет а к зачем в храм и действия не таким образом и вот в этом храме возникает соборное единение порубленной дружине которая из-за него погибла из-за его гордости погибла значит и князя игоря живого и вот поэтому радуется весь христианский мир если бы он был советский военачальник руб расстреляли потому что он значит ну что он не выполнил задание значит а из-за него там печаль жирная на русской земле и так далее а тут все радуются и это означает что перед нами христианский подтекст христианский подтекст этого произведения где полно языческих образов а тем не менее вот суть сама суть это спасение души князя игоря ну пусть кто-нибудь возразит пусть кто-нибудь возразит из значит нет мы не будем возражать мы будем продолжать в своих учебниках своих методистов мы тут нашли он и будут будем шлепать и шлепать и шлепать и шлепать так сказать свои тексты когда я ну в один из моих то сказать вы знаете что какое-то Долгое время я жил в Америке, значит, преподавал в университетах американских, и меня-то коллеги спрашивали американские, почему у вас такое значение придается одному произведению, слово покой говорит, столько неразобранных текстов, почему это так изучается? Я говорил, ну потому что здесь они увидели, значит, нехристианский текст, и с радостью за него схватились, что вот единственный текст, как бы такой, ну, нехристианский, будем его изучать, значит, а 99,9 других, ну нет, они нам не интересны, вот, понимаете, значит, но сколько бы я тут не бился головой о ватную стену, ну, ватная стена, понимаете, бессмысленная. Вот, значит, дальше пойдем, что появилось еще здесь в этой книге, чего не было. Глава, словесность русского 18 века, между рацио просвещения и православной традиции, потому что разные взгляды, что такое 18 век. Петр, там, еще бердяевские слова, это первый большевик, и так далее, вот я считаю, что это далеко не так, сравнивать, ну, знаете, много есть такой бели-бердяевщины, при всем уважении, при всем уважении, есть много очень, он талантливый человек, но часто совершенно безответственно, конечно, было, как и многие люди серебряного века, надо сказать, надо сказать. И здесь это вот тот самый случай, все-таки, потому что все-таки я пытаюсь здесь показать на материале, так сказать, ну, разных, так сказать, авторов разных периодов этого 18 века, ведущих, что до Великой Французской революции, вот русские образованные люди, 18 веке, они пытались как-то совместить, совместить в своем, в своей ментальности, как бы генеральный путь, который они видели во французских образцах, они считали это таким общечеловеческим путем, и свою родную православную традицию. Они рассуждали приблизительно так, как рассуждали, ну, вот, например, послы князя Владимира, что это мы не греческую веру принимаем, там, в Царьграде, а какую же веру? Мы ее называем греческой, но мы все знаем, что это не греческая, а какая она? Вселенская. Это истинная вера. Истинная вера, вселенская. И поэтому нам не зазорно, значит, ее принять. Вот люди русского 18 века мыслили приблизительно так по отношению к столбовой дороге, как они тогда полагали человечество, которое вот сейчас мы присоединяемся, так сказать, к вот этой генерализующей линии. Она, вот какой, что за там, где столица мира? Париж, столица мира тогдашнего. Значит, мы должны, вот, ничего зазорного в том, что мы сейчас это просвещение освоим. И лишь только ужасы Великой Французской революции открыли глаза на то, что это не есть подлинная универсалия. Это другое. Это, так сказать, русский мужик может схватить дубину и кому-нибудь проломить голову, а потом горько заливается слезами. И вдруг увидели во время вот этих судилищ Великой Революции, что совершенно холоднокровно, совершенно холоднокровно могут за пять минут человека присудить по закону, к смерти, оттяпать ему башку, значит, все не плавают трупы. И все это имеет совершенно механизированный, механический характер, так сказать, не по аффекту, а по закону. И таким образом этот закон попирает жизнь человеческую, а не просто как бы что-то там такое. Этот закон становится выше жизни человеческой. И как раз движение Карамзина от писем русского путешественника к истории государства российского, когда реформы самого императора представляются Карамзину ненужными или преждевременными, это все-таки говорит о некотором отрезвлении, которое произошло в XVIII веке. То есть вот это универсалия оказалось не такой, какой была греческая вера, а другой. Но вначале русские люди, они были настолько в данном случае, так сказать, ну по-своему наивными, что заходите в храм XVIII века, там могут быть совершенно спокойно масонские знаки. Вы едете в Псковскую землю, где лежат родители Кутузова, или же от родителей Кутузова, смотрите к церкви XVIII века, кругом масонские знаки, масонские знаки, потому что в этом не виделось противоречия. Считалось, что, ну да, просвещение же, да, просвещение, очень хорошо, мы просветители, значит, в принципе, ничуть, ничуть это не противоречит православной традиции. Тогда так считалось. Вот, вот я с этими парадоксами пытаюсь как-то разобраться, и разобраться не на уровне болтовни, а на уровне анализа художественных текстов. Художественных текстов, так сказать. Также в этой книге имеется глава, который не было в прошлых изданиях, Лермонтовская. Ну, да, ну и вы понимаете, потому что в прошлом издании книги был зазор между новой словесностью XIX века и древнерусским корпусом текстов. Теперь этот зазор ликвидирован. Значит, ну вот, как раз, я немножко поговорил об этом в XVIII веке уже, не было Лермонтова, но теперь этот зазор ликвидирован, потому что Лермонтова очень часто воспринимают, ну вот, так сказать, ну как такой вариант романтической эстетики, романтической парадигме. Но мне здесь, я пытаюсь показать, что у Лермонтова, ну, например, вот, как может быть воспринят, ну, например, мятежный парус, как будто совершенно романтическое произведение, белеет парус одинокий, в тумане море голубом, и так далее. Но здесь не только мы видим отталкивание от филистерских представлений о счастье, от которого бежит или не бежит герой, а о неудовлетворенности земным как таковым, как и часто бывает вообще в русской классике. Здесь попытка прорыва, в данном случае через бурю, к такой цели, которая вряд ли достижима вообще на земле. о радикальном отказе от самодовольной удовлетворенности земным, о взыскании иного града в своем последнем пределе, который имеет неземные духовные атрибуты. И нельзя поэтому Лермонтова и то же самое мы видим в герое нашего времени воспринимать как, ну, вот такого критика недолжной российской действительности. Потому что на самом деле того, что взыскует Лермонтов и того, что взыскует ряд его героев, нельзя достичь не только в России или любой другой стране, но нельзя добиться вообще на земле. И митрополит Иларион в первом же оригинальном произведении русской словесности, он указывал вот эти разные духовные ориентиры. Как раз небесный ориентир. Я его до конца на земле находясь достичь не могу. Вот такой парадокс. На земле он не дается. Те люди, которые пытаются на земле его построить, в конце концов заливают кровью, как и предрекал Достоевский, что кончится все тем, что они зальют кровью страну. Они и залили кровью. Потому что они пытались на земле его выстроить. Именно. На земле недостижим. Потому что, ну да, мир возле лежит. Мир, он, так сказать, не создан здесь для такого... Нельзя так понимать, что, соответственно, так сказать, здесь может быть построено град земной. так сказать. а если нельзя, то можно ли к нему стремиться, к этому небесному? Так вся русская литература к этому стремится. Вот обретает этот град князь Игорь. Страшной ценой. погубил поверивших ему дружинник. Но обретает в конце. Вот вот это перспектива, ну я ее называю христоцентризмом, и полемизирую, между прочим, с глубоко уважаемым мной Александром Солженицыным. Полемизирую, полемизировал, здесь есть ли тоже полемики, ну потому что Александр Исаевич обиделся за Россию. Он обиделся за Россию, потому что, значит, мол, русская литература критическая, у него все равно вот это, конечно, советское образование, значит, и литературу он воспринимает, как его все-таки учили, как критическую литературу. И значит, и он указывает, как будто верно, что, где герои, спрашивает Александр Исаевич, те, которые раздвинули страну, значит, где эти деятели в этой литературе, кто, кто рассуждает Александр Исаевич Солженицын, кто тогда держал страну, почему одни нытики, лишние люди, эти, вот те, которые, так сказать, беспрерывно там на женщин взваливают самое главное, а сами нет, вот, значит, где, 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 где это сказать, настоящие это деятели, кем держалась Россия, с пафосом, спрашивает Александр Исаевич, он забыл, наверное, что в советской литературе каждая профессия имела по герою, а то и по несколько героев, он забыл, наверное, о том, что советская литература полным, полно этих, так сказать, прекрасных людей, которых он так ищет в русской литературе, а в русской тогда литературе почему их нет, а потому, что я пытаюсь это сказать, в русской литературе есть вот эта высота, которую достигнуть нельзя, потому, что ее олицетворяет Христос, Христос, и поэтому галерея героя в русской классике, как замечено не мною, там, Михаилом Эпштейном, который здесь, по-моему, тоже, вот, Жан-Франсуа приглашал, но здесь он был как-то, значит, в лице, например, князя Мышкина и Акакия Акакия Витче, он как-то когда-то, когда еще до эмиграции он это написал, очень хорошо сформулировал, я его цитирую здесь, представляет собой, так сказать, вариации одного типа, это фактически один тип, разные, конечно, они, разные, но место, наилучшего занято, занято, и тогда и герои, и авторы подспудно в своем культурном бессознательном чувствуют вот эту недостаточность, так сказать, которую нельзя превзойти, а можно лишь смиренно почувствовать свое, так сказать, несовершенство, и тогда начинается обличение своего несовершенства, обличение, да, действительно, но оно понятно вот в этой перспективе не просто неизвестно откуда взявшегося идеала, а христианского идеала Христа. Думали ли об этом русские писатели? Нет, а многие совершенно не думали. А почему тогда так произошло? Потому что они жили в другой стране, в России, где это то, что я говорю, не вербализировалось, а было духовной почвой и было вот этим именно небесным ориентиром. Поэтому Святая Русь это не есть грешная Россия, как наши безумцы иногда говорят. Это чудовищно, если так мы будем рассуждать, тогда мы совершенно диким образом рассуждаем. Святая Русь это идеал, это духовный идеал для грешной России, а не вот здесь располагающаяся здесь на земле так сказать данность, которую я так самодовольно себя самовольно причисляю. Да, где ты живешь, Ваня? Я, ну я живу в Святой Руси, а ты? Вот, это немыслимая же это сказать, немыслимая гордыня, говорящая только о том, что топором разрублена связь между, так сказать, вот исторической Россией и тем, что потом наступило. и вот половине этой книги я анализирую вот эти пути, которые привели к вот трансформации той же самой пасхальности. Почему именно добровольная жертвенность, которая восходит к подвигу Христа, и поэтому нельзя ее обойти в понимании русской литературы, эта жертвенность привела к тому, что используя этот архетип, людей заставляли жертвовать собой миллионами и миллионами, то есть используя это самым таким расчетливым и зловещим образом. Почему преображение привело к переделке мира и так далее, ну вот здесь это во второй части книги я пытаюсь показать такого рода трансформации, такого рода трансформации. Ну вот остановлюсь на той главе, которая дополнена новым материалом, сейчас ее переводят на чешский язык, должна прагивать, но она выходила не только на чешском, но в таком сжатом виде, юродство и шутовство, потому что я здесь полемизируюсь с Михаилом Михайловичем Бахтиным, я как ученый становился как бы под воздействием Бахтина, значит, все-таки его положений, но считаю, что нельзя, так сказать, относиться к Михаилу Михайловичу, как ну все-таки как будто мы такие талмудисты, толкователи, а он представляет собой священное писание, но, к сожалению, такой подход среди бахтинистов присутствует, так сказать, такой добровольный переход в такое, знаете, таких, вот таких истолковательств, я полемизирую с бахтинской концепцией карнавала, и в двух словах, здесь совершенно на новом материале, потому что здесь я цитирую книгу, которая, например, вышла в шестнадцатом году, а Лескови, а как бы, к сожалению, покойный Валентин Ильич Халесев не знал об этой книге, книге Дурылина, Дурылин горестно написал, что вот он написал, что вот, что такое Лесков, кто, это юродивый, юродивые герои, он сам юродивый, значит, и Горес написал в конце двадцатых годов, скорее всего, Дурылин, что эта рукопись никогда не выйдет из стены этой комнаты, никогда не будет опубликована. Ну вот, опубликована, и я вступил в научный диалог с этими положениями в главе о юродстве и шутовстве, где ставлю проблему и полемизирую с новейшими работами, которые вышли за период, пока готовилась эта книга, это третье издание. Что такое юродство? Это вид святости. Юродивый это не шут. Сказать шут с тобой в русской языковой картине мира, это очень нехороший отсыл. Значит, поэтому некоторые русские писатели говорили, что шутами не желаем быть у самого Господа Бога. Вот, значит, шутами, потому что шут это традиция иная. Хотя это как будто грани единой смеховой культуры шут и юродивый. А юродивый граничит со святостью. Со святостью. Значит, князь Мышкин юродивый. Это особая радикальная форма святости. Не знающая законов, сверхзаконная. Нет чина посвящения в юродивого. Вот пострижение в монахе есть, а юродивого нельзя постричь. Он как покупает то уважение, которое он имел в русской традиции? Страданиями. Страданиями. Своими страданиями. Добровольными страданиями. Он подражает Христу в момент его уничижения, а не в момент его славы. Зачем юродивый поступает провокационно? Зачем он хочет, чтобы я его ударил? Вот он кривляется, всячески меня оскорбляет, и в конце конца он добивается того, что я его ударил. Я его ударил, и я вспомнил, что я плохой христианин. а я-то думал, что я хороший. И это помогло мне, поможет мне спастись. Вот то, что я ощутил свою греховность. А он снес этот удар, и поэтому он в миру, а не в монастыре. И дальше продолжает. То есть вот такого рода жертвенность. У меня большая глава, которая называется юродцев в русской литературе, большая глава, но это могло быть предметом книги целой. Я здесь рассматриваю смеховое пространство примерно 300 лет, когда появились у нас шуты в русском государстве, и как остались юродивы. Потому что западные путешественники с большим удивлением пишут, что юродство не русский феномен, как известно. Это византийский, это просто православный феномен. Но нет уже нигде их. Они здесь задержались. Почему задержались? Очень часто видят социальную роль, но они не имели только социальную роль, они имели роль спасительную для других, а не социальную. Я здесь рассматриваю, конечно, мастер Маргариту, кто там шут, кто там юродивый, и так далее. и так далее. И другие тексты тоже рассматриваю. Теперь вы можете спросить что-то. Ну и тут что еще есть? Бунин, Набоков, Шмелев, Есенин. Самая большая глава посвящена Платонову. Называется «Звезда и крест поэтики Платонова». Тоже сначала примерно два печатных листа, чуть больше. Наконец Пастернак, заканчивается книга Пастернака, потому что это пасхальный роман доктора Живаго. Я это доказываю. Пасхальный роман, потому что завершается, как известно, он не смертью. Смертью завершается всего-навсего земная жизнь Юрия Живаго. Земная жизнь. Умер в трамвае, да, в этой Красной Москве чудовищной, где советский барин великий библиофил, как вы помните, читает, развалившись его прежние стихотворные сборники, пока он таскает там наверхотуру воду для этого красного барина, нового хозяина этого города. И умирает. Совершенно нельзя его законническими критериями мерить, потому что жизнь его не совсем законническая, как известно. Между прочим, американские студенты почти всегда отказываются понимать, что хорошего в этом герое. Они такие моралисты, как правило, с таким сильным таким, вот именно моралисты, почти что строители коммунизма, с таким сильным эффектом осуждения. Но поскольку он ведет такую жизнь греховную, значит, там говорится слово живага, вообще-то, как известно, используется форма при подходе к причастию. Да, то есть каждый из нас такой, да, живага, там, не знаю, сын бога живага. И тем не менее, тем не менее, он в конце концов, как показывает этим пасхальным романом Пастернак, спасается. Как? Где продолжение посмертное? Не заканчивается земной жизнью его существование. Потому что стихотворение Юрия Живага это сплошная нумерация. Это не отдельное, это не так, что вот 16 частей романа и все. Нет, И 17-я часть это стихотворение Юрия Живага. Я в гроб сойду и в третий день восстану, и как сплавляют по реке плоты, ко мне на суд, как баржи каравана, столетия поплывут из темноты. Перед нами своего рода такое апокалипсическое завершение пасхального цикла. Я тоже рассматриваю логику этого цикла. Вот это и есть его продолжение, его жизнь. Вот такое, которое сверх земной характер имеет. Которое, тем не менее, укоренено в русской традиции. Потому что совершенно другое по поэтике произведение «Лето Господне», а там то же самое. Там то же самое. И последние слова, потому что я обещал быть коротким, но, по-моему, не удержался в пределах лаконичного, так сказать, такого представления. Последнее, вот каким образом все-таки возможно понимание, новое понимание. почему я беру такой разный материал, может быть, я большой халтурщик, и, знаете, все, так сказать, очень быстро, так сказать, сделал. Эту книгу на самом деле я писал, можно сказать, 30 лет. Знаете ли, 30 лет. Я с ужасом посчитал, когда вышла у меня первая публикация, она вышла 30 лет назад. она была посвящена Гоголю, потому что тогда я учился в одном сибирьском вузе, значит, приезжал сюда на так называемую, как это называлось, библиотечная практика, что ли, и один там тогдашний замдиректора института мировой литературы Мали, я прочитал у него, что мир, что это сказать, в его книге только что вышло, что эпиграфы к мир городу Гоголь придумал. И вот я студент тогдашнего сибирского вуза, отыскал источники, которые ввел Гоголь в мир город, то есть это было, то есть и тогда я стал полемизировать с руководством имли, уже тогда, ну как студент, вот, прошло 20 лет, и вот это, так сказать, моя работа, значит, вышло несколько рецензий в Америке, я подумал, значит, моя была, наверное, хорошая студенческая работа, если на нее выходит спустя 20 лет рецензии в Америке, вот, а значит, хорошее дело, всего-то нам все нужно было подождать 20 лет, вот, в нескольких изданиях, не в одном, а нескольких изданиях, потому что, так сказать, там, логика мир города, и здесь тоже, отчасти она вошла, вот, как бы, ну, совсем немножко, потому что у меня отдельная гоголевская книжка, здесь совсем, совсем немножко, то есть это своего рода такой копендиум, значит, того, что здесь, того, что, ну, было в разные периоды моей творческой жизни, вот, значит, и в принципе, я знаю, чем я сейчас закончу эту речь, у меня какие-то недобрые шуточки насчет, были еще во время прошлой презентации, насчет Маяковского, который, так сказать, устроил 20 лет работы, значит, но не пришел ни один из его коллег, поэтому, ни один не пришел, ну, Маяковский поулыбался, поулыбался, потом пошел и застрелился, вот, как известно, у меня вообще-то 30 лет работы, знаете ли, вот, 30 лет работы, но я вижу уже по Ирине Владимировне и другим, что все-таки коллеги пришли, вот, значит, не все, не все коллеги, но пришли в этот зал, и все-таки зал полный, вот, действительно, надо сфотографировать, что ли, а то, люди не поверят, 19 октября в сакральный для русской культуры день, и в том числе люди пришли, которых мы там, ну, не знаю, последний раз в Стокгольме, вот, с Игорем в Стокгольме виделись, занятый человек, тем не менее, спасибо вам, что за поддержку, а это означает, что, пожалуй, я, наверное, пока не буду следовать пути Владимира Маяковского. Спасибо за внимание. Ну, наверное, вопросы какие-то. Жан-Франсуа, сколько мы, это сказать, ну, вы вежливый человек, я понимаю, но все-таки Ирина Владимировна, на первом ряду. Женщин сначала. Иван Андреевич, я уже много лет упоминаю ваше имя студентам на разных курсах и истории дискурса и текстологии, и истории древнерусской литературы, мировой литературы, как замечательного ученого, раскрывшего аксиологический код русской словесности. Я хочу вам действительно выразить огромную благодарность, потому что, ну, правда, я не знаю других ученых, которые настолько могли глубоко совместить такую вот филологическую глубину анализа с историческим контекстом, с философской глубиной и с желанием действительно постигнуть какой-то истинный момент времени. И вот вопрос у меня такой, не только благодарность огромная к вам и надежда на дальнейшие работы, как вы все-таки относитесь к современной литературе и или же вы считаете как ницше, что Бог умер и русская словесность умерла, или вы будете продолжать анализ, есть какие-то достойные авторы, которых вы хотели бы все-таки причислить к продолжателям вот тех замечательных традиций древнерусской крестьянской литературы. Вот как, скажем, вы остановились на Андрея Платонова, как я поняла, по крайней мере, в этой книге. Ну, Пастернак, заканчивается здесь Пастернаком, доктором Живаго. Я отвечу таким образом. Я сейчас все-таки обычно, когда меня так спрашивают, я пытаюсь отшутиться. И раньше это искусственно было у меня, а теперь естественно. Я работаю в литературном институте. Там писатели, там хорошие, добротные писатели, но, как и всякие писатели, очень ревнивые. Значит, и поэтому когда начнешь, если бы я начал писать о каком-нибудь одном, почему бы не про меня, почему, ну и так далее, так сказать. И поэтому я о современной литературе не пишу. Из чувства самосохранения. значит, чтобы никого, никого, никого не обижать. Я занимаюсь только тем, кто, прости меня, умер уже. Вот. И не надо торопиться, так сказать. В принципе. Ну да, но это уже, да, там уже другое измерение, другое измерение. И на самом деле я значит, знаю коллег, которые, ну вот, которые специально пишут и находят христианские основы современных авторов. но вот, например, Бердникова, значит, из декана филологического факультета Воронежского университета, другие, в Екатеринбурге тоже коллеги этим занимаются. Просто я думаю, что если эта традиция совсем прервется, христианская традиция, то тогда русская литература перестанет быть русской литературой. Вот и все. Это будет литература на русском языке, может быть. Да и язык, надо еще разобраться, насколько он будет вот в эту Кирилло-Мефодиевскую христианскую традицию беречь. Понимаете? Русская не в этническом смысле. Я уже устал говорить, что для меня это не является этнонимом. Не русские по крови, а русская литература, которая, она потому такова, что она каким-то образом актуализировала христианское содержание в новое время. Понимаете ли? В новое время. Достоевский это светский писатель. Светский. Но люди в мире иногда читают Достоевского и потом обращаются в христианство, крестятся. Хотя он светский. Это особенность русской литературы. Вот если это совсем куда-то уйдет, провалится, а эти тенденции есть, конечно, современно, достаточно большого количества современных писателей, то тогда, еще раз говорю, для меня русская литература перестанет быть русской. Не в этническом смысле, а в каком-то субстанциальном, в духовном смысле. Вот и все. Поэтому она есть, только я, как ученый, ей не занимаюсь. Если говорить уже совершенно серьезно, отвечать на ваш вопрос. Иван Андреевич, я хотел бы, во-первых, вас поздравить с выходом такой замечательной книги. Я думаю, что это большое событие, и меня поддержат и те, кто здесь находится, и те, кто будут читать, и с кем вы будете встречаться в других залах. Хочу сказать, что я не филолог, не специалист по русской или какой-либо другой литературе, я нахожусь как бы в таком смежном сегменте, и поэтому, естественно, не могу давать профессиональные оценки и анализировать такие вещи. Я думаю, это сделают ваши коллеги-филологи. Но хотел бы сказать вот о чем. Для меня ваши работы, не только вот та книга, о которой вы сегодня говорили, но вообще ваши работы, это крупное и, я думаю, неприходящее явление современного русского национального самосознания, потому что для нас сейчас это очень важно, не только русское самосознание, но русское самопознание. И ваши работы, они, мне кажется, заложили очень существенный фундамент в этот важный процесс, который идет исподволь, пока еще он, так сказать, как бы внутри себя, но думаю, что через какое-то время это будет уже более явственно. И, конечно, для тех людей, которые к этому обращаются, начинают задумываться или приходить к этому, ваши работы будут очень существенными. Так что спасибо вам большое, я желаю вам успехов. И хотел бы также продолжить вот предыдущий вопрос по поводу современной русской литературы, узнать ваше отношение к творчеству Леонида Бородина, который ушел. И мне просто хочется знать ваши отношения. Может быть, вы дальше что-то продолжите о нем напишите. Спасибо вам большое. Спасибо. Дело в том, что о нем я уже писал сейчас. дело в том, что я о нем уже писал, но по-русски этого текста нет. Значит, это вышло на сербско-хорватском языке где-то лет, наверное, 20 назад в Загребе. Это о третьей правде Леонида Бородина. Значит, как раз там Леонид Бородин пытается найти вот есть красная правда, как бы такая, ну, сказать, неверная, есть белая правда, тоже как бы так вот неверная, а есть у нас вот такая как бы третья правда, особая совершенно, так сказать, найти третью правду. Вот, и я анализирую это понятие третья правда. Вот в той другой книге, которая здесь презентовалась два года назад, которую я сейчас уважаемому гостю, вот, Игорю Чубайсу, значит, предоставил, как раз поскольку обещал, там есть отдельная глава о Леониде Борядине, как раз в связи с тем, что он участвовал в единственном послевоенное время таком такой организации такого русского национального сопротивления. В общем-то, и там глава говорится вот о моем к этому отношении. Что касается, я знаком с другими людьми, вот в Риме мы очень так сдружились, когда я там жил, и сдружились с таким еще одним, с таким Евгением Вагиным на Непокойном, еще одним деятелем вот этого, этой организации. Ну, он был даже более важную роль играл, чем Леонид Бородин. Короче говоря, я считаю, что Леонид Бородин пытается пытается в своем творчестве как раз наследовать той традиции, которую я в этой книге актуализирую. Пытается. Пытается с разным успехом. с разным успехом. Характерно, что, по-моему, в своем последнем интервью Леонид Бородин сказал, что вот когда меня воспринимали иначе, то есть не как человека, который этой традицией наследует, то у меня были замечательные дела, ну, например, в Европе. Но когда стало ясно, что я из себя представляю, то, так сказать, тут же закончились всякие контакты. я могу от себя добавить, что все-таки это происходит чаще всего потому, что, как правило, интеллектуальный круг университетский, западный, гуманитарный, он по палитре, сказать, левой, например, с большой симпатией, относящейся к Октябрьской революции. Понимаете? Значит, с этим столкнулся Александр Солженицын, с этим вот позже столкнулся тот же Бородин. И просто нужно быть, нужно правильно это понимать. Есть очень, есть довольно много других людей. Я с ними дружу, но не они определяют погоду. Вот. Просто говорю как человек, который в этом кругу жил. Люди этого не вполне понимают. Значит, они почему-то иначе толкуют. Вот совсем недавно, между прочим, в социальных сетях у меня такая была дискуссия с вроде умной женщиной, но думает, что если я, например, так сказать, она думает, что с моими установками, вот с такими установками, вот с такими, теперь понятно, почему, так сказать, вы читали лекции в Америке. То есть, совершенно, она просто не понимает, что американские университеты, для них это хуже Чингисхана. просто неграмотность наша говорит об этом, неграмотность, такая, так сказать, недалекость и дикость, я бы сказал, вот, а человек занимал очень такую важную административную должность, между прочим, но так и ничего не понял. так что тут нужно, для того, чтобы сказать, например, советский период, это мясорубка и живодерня, вот, значит, и думать, что этим ты понравишься, в интеллектуальных кругах университетских, нужно быть немножко наивным человеком, да, многие могут это подтвердить, я думаю, ну, как правило, как правило, так сказать, да, ну, я не знаю, я постарался на ваш вопрос ответить, но как только мог, немножко свернув его в другую область. Да, спасибо, спасибо большое, спасибо, что позвали, очень много всяких ассоциаций, но я все-таки начну с так историей, я как-то очень давно слышал Ивана, он рассказывал, что он нас писал, почему он не созвался, мне как-то речевое чувство, он что-то принял в семье, сколько он лет да, и только позже, я понял, что он не только меня не списывал, он меня может и не читал, но у нас просто совпадают взгляды, совпадают подходы, и это очень сильная вещь, когда ты встречаешь настоящего единомышленника, который совершенно независимо от тебя пришел к тем же результатам, это первое, что я хотел сказать, второе, что я хотел сказать, что мы все ужасно разобщены, вообще долго можно заниматься своей темой, своей проблемой, и начинает казаться, что ты вообще один, никто, мы сегодня в России остались одни, помните эти строчки, вот, и только когда произошел митинг, прошло шествие за мир, там, против войны в Украине, оказывается, что десятки тысяч вышли, и вовсе Крым не наш, а пока сидишь один и думаешь, что ты одинок, но это другая мысль, третья мысль, и потом я просто сделаю, задам вопрос, наконец, предложение, мне кажется, что мы ужасно, да, что мы ужасно, сейчас, извините, что мы, конечно, разобщены, но есть люди, и вся та картина реальности, которая нам вбивается, вот сейчас столетие Великого Октября, слушайте, не было революции, не было социализма, не было Великого, была русская катастрофа, был немецкий заковор, были немецкие деньги, вся страна будет отмечать столетие Великого Октября, но это какое-то безумие, просто живое безумие. Игорь, заканчивайте, либо так, либо это. Тогда мое совершенно конкретное предложение. Вот интересует тебя, вообще интересно, как, я больше изучаю, знакомый, я тоже занимаюсь Россией, Россией видением, но я больше занимаюсь историей, а вот Иван больше занимается литературой, интересно сопоставить результаты, потому что результаты очень близкие и в чем-то они не совпадают действительно. А вопрос вот такой, не хотел бы ты, мы вроде бы надны были, не хотел бы ты поискать еще несколько людей похожих по взглядам и позициям для того, чтобы провести такой взаимный семинар, потому что мы могли бы много друг другу дать, я не могу знать всю ту литературу, я изучал, я 25 лет изучаю историю. Хорошо, спасибо, дорогой. Значит, ну, тут у меня некоторая такая личная травма, личная травма. Дело в том, что я провел 12, 12, кажется, так сказать, вот подобных встреч, когда я вернулся в Российскую Федерацию. Вот, значит, как раз некоторые отчасти за свой счет, значит, там, выездные, такие, международные провел, слово не хотел ко мне не относится, потому что, ну, вот последние 20 лет я этим занимался, и последние встречи были каждый год там на берегу Балтийского моря, в Раушене, Светлогорске, таком прекрасном месте, чтобы люди могли вольно побеседовать, даже публиковали мы в конце концов эти итоги, ну, что-то, чтобы было примерно как в свое время у Юрия Михайловича Лотмана, только, как я всегда добавлял, только лучше, вот, значит, потому что не хочу, как, как, повтора, вот, значит, и действительно было лучше, потому что у него, например, моря не было, не было такого состава прекрасного, и так далее, и много чего у него еще не было, вот, значит, это, но потом устал, 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 потому что, ну, это не выходит за пределы, так сказать, вот того самого узкого круга, а очень, так сказать, локально, очень локально, я не ставил никакие общественно-политические цели, у меня были, чтобы меня не трогали, я не историк, тем, чем вы занимаетесь, я не занимаюсь, вот, я занимаюсь скромными вещами, я скромный филолог, сижу в углу и никого не трогаю, значит, как известно, вот, и занимаюсь чисто филологическими изысканиями, но особого рода, да, особого рода, значит, ну, но когда, так сказать, нулевая совершенно, ну, она не нулевая, другим бы хотелось бы, что она такая была, но мне этого недостаточно, понимаете, недостаточно, вот, для меня она нулевая, мне так кажется, наверное, я максималист, мне этого мало, понимаете, только этого мало, как в одном стихотворении Тарковского, вот, и я это дело свернул три года назад, вот, три, или два, два, пятнадцатом, последний раз прошел, ну, значит, вот с пятнадцатого года я не провожу уже, так сказать, такого рода, потому что огромная работа, один человек, у вас там, по-моему, институция целая, институт есть, у меня нет ничего, уже закрыт, вот, ну, вот, ну, сами понимаете, если организовывали, что это, все-таки это огромный труд, если собрать, в стране, там, других людей, так сказать, и каков итог, итог, я, вот, я, например, на нынешней своей стадии, так сказать, осмысления, считаю так, вот, для меня дорогие люди, пришли вы сюда, вот, вот, это и есть самое главное, так сказать, вот, Жан-Франсуа, так сказать, которому там, наверное, мучат за меня, а он вот стоек, вот, значит, ну, в общем, так сказать, некоторые страдают даже за то, что, ну, там, цитируют мои работы, я это знаю, даже, в этой вот книге, которую я вам подарил, там я даже пишу, кто именно, ну, ну, что это такое, в конце концов, так сказать, в общем, пока такая пауза, может быть, дальше сил наберусь, и дальше продолжу, это называется просветительская, такая просветительская, сказать, чисто просветительская функция, но она должна быть как-то, чем-то поддержана, так сказать, это, какими-то медиа, понимаете, у нас очень такое, групповое сознание, у нас групповое, я ни к какой группе не отношусь, я вообще, я не политик, я не, я совершенно вне этого мира, вот такого, ну, группового, так сказать, правой, левой, мне все равно, честно говоря личные контакты лучше всех этих разделений так сказать вольная вольна вольная беседа вольная полемика на вот но почему-то вот уровень ожесточения у нас таков что чуть-чуть чуть-чуть устал вот последние годы и вот такая пауза с 15 года я пока держу по в общем то да может быть потом вот с вами поговорим потом может быть как-нибудь что-нибудь совместно придумаем какие у кого еще можете вопроса вот татьяна георгина иван андреевич мне хочется поздравить не только вас но и всех нас с выходом этой замечательной книги русская классика новое понимание вышло третье издание обновленная значительно дополненная значительно об этом сейчас я хочу сказать о том как вы блистательно сейчас нам это объяснили вот эти дополнения и обновление этой книги и вашей книге вы прослеживаете христианскую традиции христианские традиции в русской классике и трансформацию этих традиций продолжение трансформацию этой традиции советской литературе особенно первого периода начального периода как известно эти традиции были продолжены в эмиграции и у вас есть специальная глава в этой книге об эмиграции уже назвали эти три имени бунин набоков и шмелев я не могу не спросить у вас об именно об этой главе дело в том что как вы прекрасно знаете в основном если говорят об розе и пишут об розе называют немножко другой ряд те три имени но место набокова обычно называют бориса зайцева как христианская традиция мой вопрос к вам с чем связано вот именно введение набокова в этот спасибо но я думаю что по моему я об этом не говорил ни в этой аудитории не вообще что в принципе у меня была еще при позднем советском союзе довольно интенсивная переписка с единственной дочерью бориса зайцева вот с натальей борисовна и значит она мне там из парижа присылала еще когда я жил в сибири целый там ряд работ бориса зайцева редких причем перевод переводы вот дантовские и другие так сказать мы с ней никогда не встречались но переписка была интенсивная довольно таки именно в принципе на конференции в нижнем новгороде я как раз а цитировал вот из этой вот из этой продукции как раз высказывание бориса зайцева который назвал россию вот пятьдесят первом году москва россия писал зайцев все это город китиш город китиш пятьдесят первый год знаете значит ну и дальше немножко рассуждал на эту тему что это то что это такое почему город китиш ну и так далее вот но тем не менее отдельно все таки я действительно значит это не выделяю бориса зайцева вот почему потому что христианский мне кажется характер его я не выделяю потому что почему бы у меня нет в книге о соборности категории соборность у меня нет главы алискове соборяне да значит все гонок как же книга собор ну где же глава значит такая-то потому что это совершенно очевидные вещи значит я стараюсь своей жизни не делать двух вещей значит ну вот когда слишком легко мне не интересно и ну там слишком очевидно и не интересно этим заниматься в научном отношении но и еще я стараюсь второе что-то невыполнимое когда тоже не делать хотя со вторым у меня большие проблемы да потому потому и бьюсь головой об этот в ватную стенку ну вот вот так вот с борисом зайцевым мне кажется христианской окрашенность вот христианской окрашенности вот в общество совершенно очевидно совершенно чуть не нужно специально доказывать и так далее так далее так далее вот что же касается других имен то в принципе ну эта книга писалась еще раз говорю по меньшей мере четверть века на самом деле еще 30 лет можно сказать поэтому ну вот например когда я опубликовал в журнале новый мир в девяносто втором году главу о русской эмиграции там было она так названа литература русской эмиграции как завершение традиции как завершение традиции так сказать я как раз сопоставлял набокова и шмелева почему набоков и шмелев там еще не было бунина значит она был набоков и шмелев почему набоков и шмелев потому что набоку мы сейчас не будем его так сказать ругать хвалить превозносить а просто скажу так что он для меня завершает и вы это знаете как раз просто аудитория может не все знают завершает линию серебряного века по-своему завершает как бы он ее результирует вот линию серебряного века в русской литературу именно он своей блестящей обольстительной такой прозе шмелев для меня он результирует как бы золотой век русский золотой век в своем лето господне и богомоле почему в этой книге я сопоставлял эти два вы просто поэтики не жизни их потому что как известно например жизнь ивана шмелева это особенно на позднем периоде это жизнь грешника многие шокированы были когда издали переписку и вообще значит последний период жизни ивана шмелева это не есть жизнь праведника в этом смысле ну может быть отчасти это немножко такое преувеличение но все-таки жизнь бориса константинца зайцева это ну как бы немножко и мученическая и более напоминает жизнь праведника от сказать а тут такой страстный человек и так далее но но в своем творчестве он смог стать выше выше своих страстей выше себя как биографической личности это так формулирую это в любом настоящем творчестве происходит и вот здесь в своем творчестве стал выше себя как биографической личности иван шмелев вот и смог создать вот вот такой вот результирующий образ вечной россии вечной россии а бунин который здесь представлен именно в этом издание кстати раз новые люди подошли я уж я скажу что значит лично я никаких не имею дивидендов от продажи этой книги значит это жан-франсуа подтвердит это совершенно вне меня это значит вот это сказать прямой договор то сказать со создательством но книгу можно купить там если кто-то опоздал пожалуйста опять таки если это кому-то интересно так вот именно здесь в в главе посвященной миграции представлена бунин почему представлен бунин тоже понятно потому что но это как бы вся русская миграция считала что нобелевская премия которую ему дали это премия в особой не личная да то сказать я там показываю вот такой рецептивный смысл который ведь ведь он ведь у бунина у бунина он ведь тоже грешник своего рода потому что он что он показывал например в деревне значит какой образ россии в деревне и сравните его с образом россии в жизни арсеньева это совершенно другой образ россии значит вспомните молодого пушкина и пушкина капитанской дочки у нас как уцепиться значит за так сказать вот любимый образ вот я пытался таскать и сказал жалко все-таки игры нет сегодня но прозвучало это в его передаче там на канале культура что например мы обсуждали поединок там урезали конечно моим выступление моё но что-то осталось что поединок куприна поединок куприна но потом покаялся куприн за этот поединок он юнкера написал роман юнкера значит о котором у нас совершенно практически неизвестно так сказать понимаете но у нас неизвестно это а известен еще ранний ранний текст поединок и то же самое ну с бунином происходило то же самое с другими авторами и вот поэтому возник бунин что там у него вот в этой главе возник у меня такая особая мне кажется решается рецептивная задача несмотря опять таки на его личную греховность но вот в художественной прозе и он тоже поднимается над своей личной греховность как и любой настоящий художник и создает образ россии настоящий настоящий что потребовалось ему чтобы стать настоящий образ россии как достоевский завещал страдания нужно было быть вышвырнутым из россии нужно быть нужно было это сказать многое переосмыслить и и вот тогда возник уже адекватной более мне кажется как мне кажется образ если но я как раз там рассуждаю полемизируясь некоторыми там буниноведами так сказать и так далее так далее которые которым до сих пор не нравится вот этот вот то что написано нашими авторами в эмиграции им очень нравится что они писали до того то есть они вот находятся на стадии революционно-демократической такой мифологии как я это определяю и не как их оттуда ничем не своротишь уже и штампуют они своих учеников а все больше учениц ровно по таким же лекалам так сказать вот и и хоть бы я написал еще два вагона таких книг значит было бы ровно то же самое этого это очень ну такая прискорбная конечно картина да извините что я так вышел за пределы ваши вопросы ну что есть еще вопросы или будем заканчивать есть еще большое спасибо за эту лекцию для меня русская литература вообще засверкала другими гранями спасибо вам огромное но я бы хотел заступиться за слово о полку игореве есть конечно сомнения подлинности этого произведения но там есть несколько слов которые показывают путь где надо искать его историзм например там неизвестно кто такие галичи с кем воевал и которых он выгнал за все волгу если вы помните и вот за волгой кто был тогда там было кавказская албания в кавказской albany главным народом были лескили и вот этиivos гигин кавказская албания называется gala и вот галич и получается что это какой следки вот кавказской albany а там есть еще слово «хинские стрелы», которое потом переводят как «ханские стрелы». И вот «хин» — это один из народностей этой Кавканской Албании. Там есть «хинове» — слово среди тех племен, которые он называет. Есть племя «хинове». «Хинов» — это селение, где живут эти хинцы. Спасибо вам. Это моя точка зрения. Спасибо. Я, кстати, считаю, что слово полку Игоря подлинный текст. На всякий случай. Подлинный текст, я считаю. Да. Так что спасибо вам за такие уточнения. Ну что, сколько там еще поразовались? Игорь Ильич, добрый день. Хотелось бы вот какой вопрос. Известно, что Иван Ценчельин в свое время писал, как и литературный критик, о том, что есть, соответственно, художественная ткань, художественные образы и художественный предмет в каждом произведении. Ну, он, так сказать, а вот, как раз, предмет не в каждом бывает. И у меня с этим в связи вопрос. Вот как раз в этой русской классике, которую вы нам сейчас представили. значит, в каждом ли произведении вот есть этот художественный предмет как некая идея, да, заложенная каждым автором? На ваш взгляд? Ну, так сказать, потому что она была все-таки не в каждом произведении. Есть образы, есть ткань, а предмет не во всем, не во всяком произведении имеется. Ну, я все-таки то, что вы назвали идеей, так не формулирую. Вот, значит, я это называю смыслом. Смыслом. Художественным смыслом. которые, конечно, я не являюсь постмодернистом, и по старинке считаю, что существует логоцентризм. Вот, значит, и другие вещи тоже признаю. И мне представляется, что этот смысл, он до конца не ясен самому автору. Нельзя так понимать, что вот есть идея какая-то у меня, и потом, как у автора, и затем я эту идею взял и, так сказать, художественными средствами донес до читателя. И дело с концом. Вот. Так считать нельзя. Потому что и в процессе создания, и в процессе продумывания я воплощаю в своем тексте как писатель смысл более высокого порядка, чем даже, может быть, я хотел бы, чтобы он там проявился. И поэтому некоторые художественные тексты гораздо более саморазоблачительны для автора, чем даже интимные дневники, переписка и так далее. Потому что даже то, что хочет скрыть о себе автор, очень часто в тексте проявляется. Но вместе с тем в тексте проявляется и вот то, что все-таки не сводимо к уровню моей личной биографии как писателя. А сопричастно миром иным. Хочет этого художник или не хочет. У настоящего художника всегда так. И это я называю не идеей, а все-таки смыслом, смыслами. Так как же вам нельзя? Можно? Прежде всего спасибо за очень интересную презентацию. У меня такой вопрос. какие качества такого художественного произведения, как роман «Мастер» и «Маргарита» Булгакова делают его русской классикой? «Маргарита» сопричастность сопричастность большому времени русской культуры». Вот он может быть рассмотрен в пределах историка литературной жизни Михаила Булгакова, его взаимоотношений с его современниками в контексте его биографии. Все это правильно будет. Но также этот роман сопричастен большому времени русской культуры, которая не ограничивается ни советской эпохой, ни даже новым временем. И это, и только это делает произведение сопричастным русской классике. Ну что, друзья, позавчера вечер Кублановского был короче. Вот, поэтому пора, наверное, все-таки и честь знать. Так что, если нет такого особого уж совсем желания спросить что-то или высказаться, я еще раз благодарю, я правда очень тронут, когда в начале тут было все-таки три человека, я им бесконечно признателен, но грешным делом подумал о том, о выставке 20 лет работы, о которой я вам сказал. Вот, но сейчас зал полный, я, пожалуй, что передумаю. Хорошо, спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ